Семь туров по шесть вопросов и всего 60 секунд на обсуждение. Таковы условия викторины квиз «Конституция. Сила основного закона». Проект стартовал в прошлом году и сразу набрал огромную популярность среди учащихся. И в этом году организаторы не смогли отказать участникам. А потому в районном этапе второй правовой игры на интеллектуальном ринге сразились 17 команд московского района. Данная игра проходит несколько этапов. У нас идет сначала районный этап. И победитель, который сегодня победит, идет представлять московский район города Бреста на область. Ребятам нравится, потому что это, во-первых, возможность вместе провести время. Плюс еще для нас плюс, что сейчас у нас предстоит и референдум. У нас есть один раздел. Мы специально сделали именно по изменениям и дополнениям в Конституции. Таким образом, привлекаем ребят, чтобы они тоже ориентировались и понимали, что у нас будет референдум и что там будет происходить. Помимо тура, посвященного Конституции, команды проверили свои знания в разминке и белорусскоязычном Блице. В вопросах о культуре и традициях. В белорусском спорте и истории страны, а также Великой Отечественной войне. Вопросы были интересными и познавательными. Это памятник одной букве алфавита. Напишите букву, в которой посвящен памятник. Вопросы абсолютно различные по характеру. И где-то нужно применить и логику, где-то и знания срабатывают. Все набрасывают какие-то идеи, рассматриваем все версии. Ну и саму, по мнению всех, подходящую версию отвечаем. Во время подготовки я узнал для себя очень много полезных и новых вещей, которые, скорее всего, мне пригодятся потом в жизни и вообще на моем жизненном пути. Я считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь должен знать Конституцию, свои права, свои обязанности, конечно. А благодаря таким играм ребята не только находят новых друзей, проводят время с пользой, но и с интересом изучают основной закон страны. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.